Это программа День с Толком в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. За сутки прирост еще на 13 сантиметров. В Затоне ввели режим повышенной готовности. Мужское воспитание или гиперопека. В Барнауле конфликт родителей и тренера вышел за пределы хоккейной площадки. Не только усы, лапы и хвост. Барнаульские бродяги могут получить документы, как работают чипы и почему важно чипировать даже домашних животных. Режим повышенной готовности введен в микрорайоне Затон. Решение власти приняли по итогу заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. За сутки уровень воды в Аби в Барнауле вырос на 13 сантиметров. И на утро сегодняшнего дня достиг отметки в 521 сантиметр. Движение на остров Шубинский ограничено. Проехать можно через понтонный мост. Контролирует поводковую обстановку оперативная группа и аварийно-спасательное формирование управления ГОЧС Барнаула. Затон на особом контроле и у главы города. Напомним, максимальный уровень воды в Аби у Барнаула, по данным Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, может составить 590 сантиметров. К другим темам. В Барнауле увеличилось число дворов, которые в этом году отремонтируют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего планируют благоустроить 39 дворовых территорий в краевой столице. Как проходят работы, проверили накануне городские власти. На «Энтузиастов-13» ремонт уже вовсю идет. Демонтированы старые бордюры, сформированы тротуарные дорожки, ведется асфальтирование. Во дворе дома появится и игровая площадка. Подрядчик уже известный – ООО «Паттай». Власти в нем уверены. Работы обойдутся в 4 миллиона рублей. 200 тысяч собрали сами собственники. В перспективе завершить Ленинский район в ближайшие 3-4 недели, перейти плотно в индустриальный район. Сроки, как всегда, соответственно, закончить до холодов. Количество дворов, которое в этом году сложилось меньше, нам позволит, скорее всего, закончить это все раньше. Я думаю, что мы к концу сентября закончим. Двор на Георгиево-14 тоже нынче попал в список на ремонт. Двор был, так сказать, в резерве. Часть территорий по соседству уже благоустроены, часть будут ремонтировать в этом году. Для того, чтобы этот мини-квартал замкнуть и привести его в порядок, глава района, депутаты, которые избирались по этому округу, жители, вышли с инициативой, чтобы этот двор был включен в программу. Поэтому такое решение мы сегодня принимаем. Мы благодарны. Я от себя благодарю их и от жителей нашего дома, что нас включили в программу. Так как мы долго очень стоим, уже три года стояли, но теперь мы очень рады. И спасибо им большое, что обратили внимание на наш дом. Двор по Георгиево-14, а дома уже 50 лет, преобразится серьезно. Тротуары, парковка, новый асфальт, скамейки. Жители довольны. Напомним, масштабное благоустройство дворов в Барнауле началось в 2017 году с реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. С тех пор уже отремонтировано 529 дворовых территорий. Около миллиарда составляют федеральные средства, остальные почти полмиллиона из бюджета региона и города. Жители тоже внесли свою существенную лепту. 70 миллионов рублей вложено в благоустройство собственных дворов. В этом году на ремонт 39 территорий выделено 207 миллионов рублей. Татьяна Голубева, день с толком. Следователи проводят проверку по факту громкого инцидента в Бийском картинг-центре. Чуть заживо не сгорел ребенок. ЧП случилось еще 18 мая. Десятилетний мальчик на картинге столкнулся с ограждением. В результате на нем загорелась одежда. Ребенок получил термический ожог тела. Его увезли в больницу. В ходе проверки предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку организаторам мероприятия на предмет соблюдения мер безопасности и совершения преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителей. Проверку безопасности оказания досуговых услуг детям проводит и прокуратура Бийска. Также предстоит установить причины и условия, при которых произошло ЧП. Бьет и оскорбляет детей. С такими заявлениями в нашу редакцию обратились родители нескольких юных хоккеистов. Они обвиняют тренера юношеской хоккейной команды Алтай в жесткости. В итоге родители спортсменов разделились на два лагеря. Одни обвиняют преподавателя, другие утверждают, что благодаря ему дети начали играть лучше. В конфликте разбирался Данил Кузнецов. Они ехали автобусом в команде. Ребенок захотел в туалет. Тренер сказал, что мы не будем останавливаться, писай в бутылку. Он писал в бутылку и описался. Но это все происходит на глазах у 9-10-летних пацанов. Ну что потом будет с этим пацаном? Систем будет какое-то гнобление, насмешки и прочее. Это не с моим конкретно случилось. Но дети подтвердили, что такой случай был. Таких историй, как говорят некоторые родители хоккеистов, произошло немало. Команду 2014 года в этом сезоне начал вести Владислав Янцин. Инициативная группа обвиняет нового тренера в оскорблениях и в том, что педагог поднимает руку на детей. По словам родителей, первое правило на тренировках – никому не рассказывать о происходящем на тренировках. Отсюда замкнутость юных спортсменов и снижение показателей на занятиях. Он перестал нормально играть. У него пропало желание на тренировки ходить. У него пропало желание играть. Он все может, все умеет, но ничего не хочет делать. Мы занимаемся у психолога. Конечно, есть альтернатива перейти в другие команды. Но нужно заново привыкать к коллективу. И потом. Иные школы либо дороже, либо значительно дальше от дома. По словам самого тренера, у команды в целом большие проблемы с дисциплиной. И в этом причина раздора. Как среди юных спортсменов, так и среди их мам. Никаких побоев и оскорблений, заверяет тренер, никогда не было. Хотя к некоторым инцидентам, запечатленным на видео, остаются вопросы. Не теремся! По словам родителей, дети дерутся постоянно. Тренер с потасовкой не вмешивается. Мол, пусть разбираются как мужчины. Я прошу родителей не лезть в это. То есть они хотят присутствовать в раздевалке всегда. А мы не увидим настоящего лица, например, ребенка, если над ним всегда стоять. То есть что растет, будет непонятно. Вы пацаны, это пацаны. Да, они бывают дерутся. Но никто там не говорит, давай, ребят, подеремся. Вообще без проблем. Делайте, что хотите. Все те же родители, которые обратились к нам, рассказывают о другом инциденте, который произошел уже во время выезда на соревнования. Из-за того, что дети плохо себя вели, тренер якобы их заставил отжиматься. И одному из спортсменов прилетело. Родители претензий не предъявляют ни тренеру, ни школе, потому что совершенно уверенно говорят, что там никакого контакта не было. Это родители, именно непосредственно ребенка. И мама, и папа. Они были приглашены в школу в беседе с тренером. Этот вопрос был как бы обсуждаем. И также тренер написал нам по этому поводу объяснение. Третий случай, по словам родителей, обернулся для ребенка простудой. Из-за того, что юному спортсмену пришлось стоять на льду раздетым. Такое наказание якобы понес ребенок за непослушание. Да, он сорвал собрание, да, я его выгнал там. Ну, как вот из школы гоняют с уроком. Так же и тренер, да, выгонят. Как бы из раздевалки. Да, после этого он действительно пошел вот так вот на лед раздетый? Да куда он на лед не пошел? Ну, он был на льду, на льду, там плюс 13, плюс 15. Собрание закончилось, через 2 минуты он зашел. Большинство детей при этом утверждает, дисциплинарные взыскания, конечно, суровые, но справедливые. Сами провинились, сами получили. Вот самое жесткое наказание делал тренер. Куркаться, отжиматься, в упору лежа. Ну, это мы сами тренироваться будем. Да. Ладно, а вот такой вот легкий подзатыльник, например, может быть? Нет, такого ни разу не было. В Министерстве спорта Края о конфликте в хоккейном клубе «Алтай», как выяснилось, знают. Но поведение тренера, неподобающим или непедагогичным, не считают. При этом в ведомстве отмечают его эффективность. Команда стала занимать достойные места на турнирах. Владислав Сергеевич зарекомендовал себя как инициативный, стремящийся к профессиональному росту и самосовершенствованию. Молодой специалист, требовательный к себе, дисциплинированный. Янцен Владислав Сергеевич серьезно относится к своей работе. Занятия проводит интересно и грамотно. Не бывает такого, что если мы говорим у всего класса, у нас в колоночку двойки стоят, тогда, наверное, вопрос к учителю. А когда у всех удовлетворительно, а у некоторых там у двух двойки, тогда, наверное, вопросы к ученикам. Между тем, обратившиеся в нашу редакцию родители подчеркивают, что пошли в СМИ уже от отчаяния. Прежде они подавали заявление к уполномоченному по правам ребенка. По словам родителей, оттуда письмо направили в Министерство спорта и МВД. Известно также, что по заявлению родителей, Новоалтайский межрайонный следственный отдел СК «Края» расследуют уголовное дело по факту ненадлежащего воспитания детей. Как говорят родители меньшинства, многие просто боятся открыто рассказывать о побоях и унижениях со стороны тренера, чтобы они не распространились на их детей. Мы же, в свою очередь, вернемся к этой теме после завершения следствия. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком. Для 9 тысяч барнаульских школьников начался основной период проведения ОГЭ. Речь идет о девятиклассниках. Сегодня выпускники сдавали экзамен по иностранному языку. Напомним, для получения аттестата об основном общем образовании девятиклассникам необходимо сдать два обязательных предмета – русский и математику, и два учебных предмета на выбор. Так, всего для проведения аттестации задействуют 39 экзаменационных пунктов. Во всех будет видеонаблюдение, списать не получится. Продлится основной период ОГЭ до 2 июня. Кстати, в эту пятницу для старшеклассников прозвенит последний звонок. Торжественные линейки пройдут для ребят из 11 классов в 83 школах города. Всего в этом году родные стены учебных заведений покинут порядка 3,5 тысяч старшеклассников. Студенты политеха покоряют КАМАЗ. Сегодня строительный отряд отправился на завод автогиганта в Набережных Челнах для прохождения практики. Подробнее о сотрудничестве вуза и концерна расскажет Данил Кузнецов. Обычно летняя практика у студентов вызывает много вопросов, главный из которых – куда пойти на стажировку. Однако у этих политеховцев подобная проблема решена давно. Сдав последний практический экзамен, сегодня отряд из 16 человек с разных курсов и специальностей уезжает познавать Азымаш настроение на завод КАМАЗ в Набережных Челнах. Мы изначально хотели поехать самостоятельно с ребятами, с некоторыми. Потом нам предложили и мы согласились. То есть вы изначально метили на КАМАЗ? Метили на КАМАЗ, да. А почему именно туда? Ну потому что вот так вот было большое желание попасть туда. Там разные подразделения есть на КАМАЗе. Мы бы хотели посмотреть на эти подразделения, научиться чему-то. Вообще политех и КАМАЗ сотрудничают давно. Еще с советского времени на завод ездили практиканты по паре человек в год. О создании целого отряда задумались после 2021 года, когда ВУЗ выиграл грант на 245 миллионов и сделал проект по заказу автоконцерна. То есть было создано специальное конструкторское бюро, в рамках которого по техническому заданию была разработана специальная машина. Ну это спецтехника, лесозаготовительная машина, которая, прототип ее должен быть создан на самом предприятии. Одно из условий завода – хорошая квалификация практикантов. Для этого на базе АЛТГТУ создали полуторамесячные курсы по слесарному делу. Занимались ребята по вечерам после основных пар. Ну вот как раз нас учили разбирать, собирать агрегаты. Вот как раз этим мы сейчас на экзамене и будем заниматься. Потому что теоретической частью уже справились, то есть защитили там тестами, экзаменами. Какие это агрегаты, например? Масляные насосы. Изучали еще насосы ГУРОВ. Конечно, такие знания не гарантируют попадание в конструкторский отдел, куда хочет большинство практикантов. Однако появляется шанс задержаться на предприятии после окончания ВУЗа. Поскольку завод в сотрудниках и еще как нуждается. До конца десятилетия автогиганту нужно увеличить штат на 60%. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Закон о введении обязательной регистрации и маркировки домашних животных может вступить в силу 1 января 2025 года. Автором инициативы выступили депутаты Алтайского законодательного собрания. Причем предполагается, что зарегистрировать питомца можно будет бесплатно. А так называемое чипирование будет проводиться за счет хозяина. Подробнее расскажет моя коллега Юлия Щепина. Так в ветклинике приюта «Ласка» чипируют поступивших животных. Причем всех без исключения. И бездомных, и тех, у кого есть хозяин. Чип – это современный и удобный способ идентификации питомцев. Так называемый электронный паспорт. Там прикрепляется информация о владелец, породу собаки, возраст, владелец, кто фамилия, имя, отчество. И, по-моему, город, откуда собака. Телефон хозяина еще заносится. В принципе, да, удобно, что поставил как укол. Она там пожизненно, никуда не девается. Но, опять же, минусы иногда бывают, скатываются. Вы его ищете, например, на спине животного, а он скатился под кожей куда-нибудь на грудную клетку. И минус для бездомных животных, в чем, которые бегают, непонятно. То ли она меченая, то ли не меченая. Бирку мы издалека видим. Более привычные методы опознания хвостатых – бирка и клеймо. На бездомных животных их тоже обязательно ставят. В год их насчитывается порядка тысячи. А также становится более распространенной практика так называемых свежевыброшенных питомцев. Чистых и ухоженных, но неугодных хозяевам. По статистике, их поступает примерно столько же, сколько и уличных. Мы проверяем, а вдруг такое случается. И у нас иногда бывает, что... Еще раз нажмите. Что, короче, раз и уже чип был. А у него есть чип? Вот это как раз та история. То есть, видите, чипировать мало животного. Надо не только чипировать, но и вбить обязательно в базу. Вот мы вносим в Animal ID базу. И смотрим в этой базе, она такая общедоступная. Animal ID – международная база данных чипированных животных. Например, во многих странах Европы эта процедура является обязательной по закону. В России она только набирает популярность. Но соответствующий законопроект уже подготовлен комитетом АКЗС по аграрной политике. Сейчас законопроект рассматривается, и в том числе первым пунктом вводится регистрация и чипирование. Причем регистрация как таковая бесплатная, предполагается на базе управления ветеринарией делать. То чипирование, оно будет стоить, и все клиники уже сейчас предлагают такую услугу. И мы в том числе очень за это ратуем, потому что для нас важно сейчас уже начать создавать эту базу. Закон может вступить в силу в начале 2025 года. По мнению зоозащитников, обязательная регистрация и чипирование животных позволит значительно сократить количество их недобросовестных хозяев. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Военизированную полосу препятствий на этой неделе должны преодолеть 140 алтайских юношей. В крае накануне стартовал региональный этап военно-патриотической игры «Зарница». Она была весьма популярна в советское время, а сейчас, можно сказать, переживает второе рождение. В программе «Зарница» этого года большой упор на отработку военно-прикладных навыков. Подробнее в сюжете Елена Макаренко. На плацу 14 отрядов будущих защитников Отечества, а сегодня воспитанников военно-патриотических клубов и кадетских школ края. До начала игры в «Зарницу» торжественное построение. Боевой дух поднимают наставлениями первых лиц региона и патриотическими песнями. В этом году участники регионального этапа военно-патриотической игры в течение нескольких дней будут проходить испытания не только по общекомандным, но и по воинским специальностям. В каждом отряде есть командир, медики, топографы, пилоты-беспилотников, военкоры и штурмовики. Штурмовик – это тот человек, который первый идет в бой, в принципе, и первый, кто открывает возможности командирования. Это очень опасно, но кто из них? Ну, стрелять бы, наверное, хотел научиться. Еще пока мы не стреляли с боевых автоматов. Ну, больше всего, конечно, с автоматом хотелось бы отработать, чем с пистолетом. В первый день Зорницы ребята знакомятся с разного вида оружием, учатся разбирать его, снаряжать магазин патронами. В этом году состязания Зорницы прежде всего направлены на отработку военно-прикладных навыков. В советское время, говорят организаторы игры, начальные военные подготовки школьников уделяли большое внимание. Пришла пора возрождать полезные занятия. Насколько важно быть безопасным, насколько важно чувствовать себя защищенным и так далее. Насколько важно нашему отечеству иметь крепкие границы и быть непобедимым. Насколько это важно. Жизнь показывает, что это жизненно необходимо. Если попытаться обобщить все испытания юных бойцов, то их подготовка основана на трех китах. Культура владения оружием, физическая кондиция и тактическая медицина. Наклоняемся вперед. В последний день Зорницы отряда ждет пинтбол. Во время игры будут закреплять необходимые навыки поведения на поле боя. Как говорят организаторы, хочешь мира – готовься к войне. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. А у меня на этом все. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Если у вас есть интересные и актуальные новости, звоните. Через несколько секунд о погоде, мира и добра всем. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова